Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Состоялась жеребьевка группового этапа конев Евро 2021. Как армянин из мужа отправил сына служить в Арцах. В Арцах вернулось 52 тысячи человек, очищено 1474 гектара от неразорвавшихся боеприпасов. Ежегодные мероприятия в Париже, посвященные памяти Месака Манушана и его соратников. США хотят расширить военное присутствие в Греции СМИ, армейские лагеря для школьников Республики Армения. Из-за эпидемии у ванской кошки есть расстройство поведения. В субботу 20 февраля прошла жеребьевка чемпионата Европы конев 2021 года. Соперником национальной сборной Западной Армении по футболу в группе Д станут команды по Дане и Чамире. Сборная Арцаха по футболу встретится в группе С с командами Южной Осетии и Корнуула. Ницца, Северный Кипр и Сардиния будут соревноваться в группе А. В группе Б выступят Абхазия, Сапми, Сакея, Ленд. Чемпионат Европы конев 2021 года пройдет с 9 по 19 июня в Ницце, во Франции. Желаем удачи нашим командам. Борьба за самосохранение в недавней войне в Карабахе имела сакральное значение не только для армян Арцаха и Армении, но и для наших соотечественников в Западной Армении. Они также с волнением и тревогой ждали вестей с передовой. Один из жителей, мужа, чьими соседями являются турки и курды, назвал своих детей армянскими именами Айк и Геворг. Геворг сегодня живет в Армении, он хорошо знает, почему носят это имя. Так меня назвал отец в честь армянского федоина, солдат, воин, участник национально-освободительного движения против осман Геворга Чауша. Он очень любит Чауша и всегда хотел, чтобы я был похож на него. В беседе с нами рассказывает Геворг. Наш соотечественник из мужа, проживая по факту на территории Западной Армении, предпочел, чтобы его сын жил в Армении и стал солдатом армянской армии. Желание сбылось. Геворг действительно стал солдатом, участвовал в боях во время Карабахской войны осенью прошлого года. Полную версию статьи можно найти на нашем сайте и на сайте «Спутник Армения». На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроля за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Оказывается гуманитарная помощь населению также. Как передает Армен Пресс со ссылкой на Минобороны Российской Федерации, всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Арцах вернулись 52 700 человек. Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Арцаха. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1474 гектара территории, 457 километров дорог, 1440 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 24 870 взрывоопасных предметов. 21 февраля посольство Республики Армения во Франции приняло участие в ежегодном поминовении Месака Манущана, видного участника французского движения «Сопротивление во время Второй мировой войны» и его соратников, которые традиционно проходят на улице имени Манущана в 20 округе Парижа. На мемориальных досках, увековечивающих их героизм, размещены огромные фрески Манущана. Членов его группы сообщает посольство Республики Армения во Франции. Свободолюбивый, самоотверженный дух Манущана питается справедливой борьбой армянского народа, и сегодня он рядом с нашими бессмертными ребятами в небе нашей Родины. Вечная слава, дань, уважение, героизму наших героев и их любви к Родине, говорится в заявлении посольства. Месак Манущан, переживший геноцид против армян, родился 1 сентября 1906 года в городе Хусан-Мансур, Адияман Западной Армении. Месак Манущан, национальный герой Франции вместе с соратниками, был казнен нацистами 21 февраля 1944 года. США предлагают в новом оборонном соглашении предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках военных объектов Греции и обновлять соглашение раз в пять лет. О ней ежегодно пишет газета «То Вима». Это будет второе обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве за три года. До этого обновленное соглашение Греция и США подписали в октябре 2019 года. Оно предусматривает расширение американской базы суда, предоставление Соединенным Штатам инфраструктуры баз Стефани Викко, Лариса и Александрополис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база суда на Крите. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в октябре 2020 года в парламенте, сообщил, что Греция планирует расширить оборонное соглашение США или подписать новое. Переговоры подтвердил официальный представитель греческого МИДа Александрос Папаяну на брифинге 18 февраля. По его словам, соглашение планируется подписать при личном присутствии сторон осенью. Ученики 11 классов армянских школ в рамках уроков НБП обретут в специальных лагерях ряд новых навыков от строевой подготовки до правил ведения огня. Эксперт по образованию рассказал о положительных сторонах и упущениях представленного проекта. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении разработало проект, согласно которому отныне учащиеся 11 классов общеобразовательных школ будут участвовать в сборах в военно-спортивных лагерях в рамках дисциплины «Начальная военная подготовка» НБП. Проект был представлен на общественное обсуждение на едином портале правовых актов на idraft.em. Проект Минобороны предусматривает в частности следующие нововведения в рамках предмета НБП. Школьники должны проводить 12 дней в военно-спортивном лагере, проходить строевую и тактико-физическую подготовку, обучаться правилам ведения огня, канонам общевойскового устава, а также осваивать и применять навыки оказания первой помощи, обретать знания в сфере связи и телекоммуникаций. Полную версию статьи можно найти и на нашем сайте, и на сайте «Спутник Армения». Директор научно-прикладного центра изучения ванских кошек Западной Армении профессор доктор Кая заявил, что эпидемия поражает животных не меньше, чем людей. Подчеркиваю, что владельцы кошек не должны забывать, что животные тоже обладают эмоциями, отмечает профессор. Поскольку многие владельцы ванских кошек отказались в начале пандемии коронавируса от контактов со своими питомцами, поэтому мы полагаем, что могут быть определенные расстройства поведения. Владельцы кошек должны знать, что и у их питомцев есть чувства. В такие моменты они должны лучше заботиться о них. Вилла Ван Кэт, которая была закрыта для посетителей на какое-то время из-за эпидемии, была открыта после принятия необходимых профилактических мер, чтобы не повредить психологию ванских кошек. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Сасун» «Ойнар». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok